Ну что, наконец-то ставим докер на сервер. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Те, кто прошли со мной весь курс по изучению командной строки, уже знают все, что им может понадобиться для управления сервером. А те, кто сразу перепрыгнул на девятый урок и не очень понимает, что я делаю, ну что можно сказать, смотрите предыдущие уроки. Итак, прежде чем установить докер, вам нужно понять, а какая собственно система у вас установлена на сервере. 90% вероятности, что это ядро Linux, и еще 90% что это конкретный дистрибутив Linux под названием Ubuntu. Если это какой-то другой дистрибутив, ничего страшного. Если это вообще не Linux, тут немного страшнее. Под другие сервера это надо делать тогда небольшой доп-курс с объяснениями различий. Может быть я сделаю, но не сейчас. Итак, если у вас Linux 100 на 90%, опять на всякий случай говорю про 90%, на самом деле 100. Вот здесь в окне приветствия после авторизации на сервере у вас будет написано, какой конкретно дистрибутив и какая версия дистрибутива у вас установлена. Если написано не будет, воспользуйтесь, например, вот такой командой. Окей, мы выяснили, что стоит Ubuntu версия 20.04. И идем на сайт Докер посмотреть, как вставить на Ubuntu 20.04. Ну или на какой-то другой дистрибутив Linux, который у вас установлен. Вот, install on Ubuntu, начиная с версии 18.04. По другим дистрибутивам поиск здесь. Но здесь все по-английски, может быть не совсем понятно, хотя понимать тут нечего. И в принципе вполне можно воспользоваться для этого гуглом. Вот я нашел на сайте reg.ru инструкцию по установке на русском. Ей и воспользуемся. Самим reg.ru, кстати, не пользуйтесь. Кинули меня на деньги. Можно сказать, что сам виноват, типа, надо было читать, что написано мелким шрифтом. Но джентльмены так не поступают. И мы просто по очереди копируем команды и вставляем в терминал. С первой вы уже знакомы, обновляет базу с доступными пакетами. И в принципе это, как и большая часть последующих команд, является лишь подготовкой к установке докера. Поэтому мы не будем все их разбирать и последовательно вставлять. Чего время тратить. По сути, кстати, первая и единственная команда, касающаяся установки докер, это вот это. apt install. С помощью этой команды устанавливаются вообще любые программы в Linux. А следующее, это уже тест на то, установили докер или нет. Единственное, тут непосредственно в этом руководстве есть еще ряд пунктов, касающихся добавления пользователя. В других руководствах я посмотрел, этого нет. И тут надо еще раз вернуться к sudo и рутовым правам. Напомню, при подключении к серверу у вас на 90% будут рутовые права. То есть вы будете пользователем с именем root и правами суперадминистратора, то есть максимальными. Дальше вы уже можете добавлять пользователей, ограничивая их в правах. И вот уже эти пользователи не смогут выполнить ряд действий в командной строке без введения команды sudo и временного получения прав администратора. Тоже, кстати, не всегда, потому что конкретные правила использования sudo также настраиваются суперадминистратором. То есть пользователь может ее вводить, но она не будет давать сделать всего, что он захочет. Так вот, если у вас не рутовые права, вам всегда при работе с докер придется вводить перед каждой командой sudo и периодически пароль. И вот, чтобы этого избежать, заводится отдельный пользователь для докер с правом вводить его команды без sudo. Но я в курсе все-таки рассматриваю вариант, что у вас рутовые права, хотя это и опасно. Можете натворить бед с правами суперадминистратора. Итак, вы добрались вот до этого пункта. Проверить работоспособность системы. Мы уже выяснили, что если у вас рутовые права, то это можно сделать без sudo. А вот, нам говорят, что докер активен и запущен. Другой способ проверки, который встречается в инструкциях по установке, это запустить контейнер Hello World. Это уже команда из арсенала докер, к которой вам предстоит часто прибегать. Синтаксис рассмотрим позже. Вот. Он нам тут много чего понаписал. Например, то, что он не нашел образ Hello World, поэтому скачал его с докер хаб. Запустил его и вывел надпись Hello from docker на ваш экран. А также тут написано, что если вы хотите попробовать что-то более амбициозное, вы можете запустить Ubuntu с помощью вот такой вот команды. Хотим попробовать. Набираем команду, что-то происходит, что непонятно, и вроде даже ничего не произошло, но на самом деле что-то очень существенное поменялось. А вот что именно поменялось, вы узнаете в следующем уроке. Самые внимательные, а может быть умные, поймут, что поменялось. Настоятельно рекомендую вам примкнуть к их числу и попытаться определить, что же такого существенного поменялось. Это, кстати, связано с тем, что мы изучали в первых уроках.